Здравствуйте, уважаемые телезрители, мы сегодня находимся в офисе компании Zendon. Рядом со мной сидит Андрей Павлов, это президент, соучредитель компании. Вы уже на... Можно и так. Да. Можно и так. У вас холдинг, насколько я понимаю. Да, у нас холдинг. Добрый день, уважаемые друзья. Да. Получается, в прошлом году вы уже отметили 25 лет компании, то есть вы пережили не один кризис, а какие, наверное, самые значимые моменты были в истории становления компании, как это происходило? Ну, действительно, в прошлом году мы отметили 25 лет, но это 25 лет, как мы бренд Zendon зарегистрировали и стали компанией Zendon. А вообще, если в этом году, в принципе, уже летом можно отмечать, как 30 лет, начало занятия предпринимательской деятельностью. То есть, уличное для меня. Хотя, конечно, в своей книге я пишу о том, что дети предпринимательской занимались с детства, с 5 лет, начиная, как телеграммы разносил. Это уже тоже, в принципе, была предпринимательская деятельность определенная. Но в целом, серьезно, это с 1993 года. То есть, когда начинали, насколько я знаю вашу историю, начинали с Макдональдсом? Ну, там разные истории были, но первые шаги предпринимательские были как раз в 1990 году. Это уже когда начала становиться компания, как говорится. Ну, это не компания, это, знаете, как сейчас бы назвали модным словом, самозанятые. Ну, я смотрела, что вы там что-то покупали, перепродавали. Ну, конечно, как вся страна, вся страна черночила, да, все что-то делали. Страна разваливалась, точнее, Советский Союз развалился, новая экономика российская билась в конкурсиях. Хотя эти промышленные закрывались, то есть, шла такая, знаете, быстрая деградация экономики. Ну, и вся страна стала что-то продавать. У кого-то лучше получалось, у кого-то хуже. Кто-то вписался в рыночную экономику, кто-то не вписался. То есть, печальные времена, если дать им полноценную оценку, то не дай бы повторить. Ну да. А вообще, почему Зэндон, как пришло это название, почему такой логотип, он немного, наверное, где-то не соответствует представлению об обуви? Как вообще концепция рождалась? Ну, Зэндон название родилось достаточно случайно. Это фамилия футболиста на сборной Голландии. Смотрел мать за третье место. Между, получил чемпионат первый по футболу в 1998 году. Между Голландией, по-моему, и Хорватией. Ну, понравилось фамилия футболиста, понравилось имя. Знаете, в те времена, сами понимаете, все русскоязычные названия стали уходить. Все бренды становились англоязычными. В общем, практически все бренды. Поэтому, если ты работал на Амкёбре, тебе надо было выбирать. Либо ты итальянец, тебе надо было искать какое-то итальянское слово. Ну, итальянец, что это? Стиль, мода. Да, представление дизайна. Это дизайн, да. Это дизайн, творчество, креатив. Да, либо Германия. То есть, Германия ассоциируется с чем? Качество, надежность. То есть, поскольку наша обувь, то, которое я продавал, которое мы производили, она была все-таки ближе к качеству и надежности. Да, поэтому приходилось, ну, пришлось выбирать бренд именно такой, знаете, ближе к Германии такой. Поэтому, вот выбрали Зенбер. Тогда было много таких брендов. Баден, Денмарк, Зенбер. Ну, так получилось. Ну, и сложилось с ним. Да, как и все, в принципе. Ну, вообще, у предпринимателя, оно все случается спонтанно. В целом, когда какие-то идеи, они приходят вот так случайно. Ну, вот, в глаза цепился, ты реализовал. Этим предпринимателем, в принципе, отличается от обычного человека. То есть, он видит какие-то возможности. Да, и потом их реализовывает. То есть, и дизайн логотипа, это тоже абсолютно... Да, и логотип, дизайн. Есть такой легот, недавно я читал, по-моему, Toyota Land Cruiser, там, по-моему, там, была создана в 1951 году, и за это время получила там 161, там, модификацию. А вот у вас Буханка была создана в 1958 году, и сразу получился хорошо. Ну, достаточно что, анекдот. Вот с логотипом аналогичная история, он дорабатывался. Ну, понятно. То есть, сейчас был какой-то треугольник, я помню, красный. То есть, а потом еще что-то было. Уже за 20-30 лет сложно вспомнить. В итоге, вот это вот, это не просто звездочка какая-то, это шнурочек. Шнурочек, ну, а зеленый, зеленый цвет, да, один из моих любимых цветов, как зеленый цвет светофора, да. Можно ехать вперед? Можно ехать вперед, да. А вот сейчас, в 2023 году, сколько у вас уже магазинов, сотрудников, точек продаж? Смотрите, в 2023 году у нас порядка 400 точек продаж, не знаю точно, да, не считаю, потому что у нас компания имеет не только бренд Zendon, и сеть торговую Zendon, да, это и Zendon, и Thomas Muntz, и Mascot. Последнее приобретение это Salamandra, знаменитый бренд, знаменитый бренд, в принципе, самый узнаваемый бренд обуви в Советском Союзе. До сих пор он номер один, и до сих пор, ну, в Советском Союзе был номер один по узнаваемости, а в России сейчас входит десятка любимых брендов России. Вот сейчас два бренда у нас, Zendon и Salamandra, входят в десятку любимых брендов россиян. Понятно, что у Salamandra это, скорее всего, наследие прошлого, но у нас команда хорошо работает, да, совместно с немцами, сейчас начали опять его развивать, продвигать, я думаю, что через пару лет он резко нарастит объемы и обороты на российском рынке. Ну, Salamandra фабрика в Германии получается. А, Salamandra, смотрите, когда мы говорим о фабриках, или Китай, для подавляющего большинства брендов в фэшн-ритейле обувь, одежда, сумки, аксессуары фабрикой является Юг-Восточная Азия. Ну, так оно сложилось. Вряд ли в Германии сейчас шьют обувь. В самой Герой, наверное, не в России, там шьют всего 100 миллионов пар обуви в год. Хотя в Советском Союзе шили 700 миллионов пар. И многие практически самодостаточные. Хорошая, плохая, там другие вопросы, можно сколько угодно сейчас на эту тему рассуждать. Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам и другие страны Юг-Восточной Азии. То есть, самое важное, самые важные технологии, стиль, бренд. Ага, какие руки пошили? Ну, тут уже как повелось. Ну, сейчас в основном все бренды в Китае находятся. Ну, в Китае, да. Мы же увидели тут на днях статистику продажи автомобилей китайских на российском рынке. По-моему, там 50% они перешагнули. Там около 300 тысяч автомобилей за год. Ну, все европейские закрылись дидеры, открылись все китайские дидеры. Да, закрылись, китайские закрылись. Китайские автомобили, как мы сейчас видим, для многих просто является откровением. Китай, это не тот Китай, там 30-летней давности. Китай, это сейчас страна номер один по развитию. Я думаю, что они уже по группе США обогнали. Ну, у вас, по-моему, есть еще и несколько своих фабрик, которые в России. Да, есть собственные. Москва, Калуга. А сколько это сейчас фабрик в России находится? Две. У вас, насколько я знаю, еще в Крыму должно было открыть? Ну, забыли эту историю, но не получилось. Да, в жизни предпринимателя бывают успешные проекты, бывают неуспешные проекты. Это нормально. Предприниматель постоянно ищет где-то приходится ошибаться, что-то надпитывать. Главное, книгу-то закрыть вовремя там, да, сдать туда, подальше куда-нибудь. На склад-то идти в те проекты, где у тебя получается. Ну, то есть, вы уже даже туда и не вспоминаете? Ну, а что вспоминать? То есть, ну, это как и в бизнесе, там, магазинов. То есть, я не знаю, какое количество магазинов у нас, ну, не сижу, я не сижу чем-то там в режиме реального времени, там, по всем брендам. Какие-то закрываются магазины, какие-то открываются, где-то реконцерты делаются. Нормальная, стандартная работа. Операционный идет, идет. Ну, вот, а за последний там год многие европейские производители, поставщики ушли с рынка. Вообще, вам стало легче работать? Как-то изменился вот покупатель, возможно? Да, нам стало в каком-то периоде работать легче. В первую очередь, это выровнялись условия по уровню ставка в торговых центрах. То есть, сначала было вообще легче, да, потому что ставки, когда западные компании ушли, там, ставки начали падать. А сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, потому что практически все площадки, которые оставили западные компании, они все заполнились. Ну, в принципе, это не так сильно повлияло на рынке обуви, как на рынке одежды. Потому что на рынке одежды, все понятно, крупнейшие игроки были, на рынке одежды, это мировые игроки. Это Inditex, Zara, это H&M, это Uniqlo, там, резервы, поляки, там, на рынке обуви, там, угол. На рынке обуви, все-таки, российские компании держали марку. Номер один был карри. Я сейчас не беру маркетплейсы, то есть я сейчас там не беру Вандельс, там, Валамводу, Озон и крупнейшие операторы интернет-торговли. Я сейчас беру в классических компаниях, там, обувную розницу. Ну, причем, Кари, в принципе, ушел из обувной розницы, стал универмагом, они там торгуются всем подряд. Я считаю, что как профессиональная компания, которая занимается специализированной обувью, мы, наверное, сейчас номер один на рынке. То есть Кари уже все-таки не обувная компания. Ну, там кроме обуви есть все, что хочется. и золото, и серебро, по-моему, я не знаю, чего только нет. Да, бытовая техника, детские товары и прочее. Да, мы как раз специализированы. Мы вот развиваем свои компетенции на рынке. набираем новые пол-брендов, набираем новые торговые марки, инстрируем, развиваем их в каждой компании, там, по-моему, сменусь в Москву. Вот, с Зендом, да, есть еще целый набор торговых марок. Если почитать, в моей книге, вот, там написано, марки, 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 марки. На все случаи жизни, да, и, как говорится, практически на любой кошелек, кроме люкса. Ну, вот, с Зендом вообще начинался это как доступный сегмент обуви, потому что у вас есть и доступный сегмент, и там... он еще доступный. Ну, понятие доступности растяжима, так ведь, и доступность в Москве, и доступность в регионах, в регионах, в небольшом городе, это две разных доступности. Или, там, взять Санкт-Петербург, допустим, или какой-то там город, Корея, или небольшой. Россия удивительная страна. Ну, да. Ну, да. Ну, очень. Да. А... Жизни очень разные, да, в разных регионах, там, вообще. Ну, абсолютно, да, разные регионы. Угу. Ну, а вот миссию, там, скажем так, компании, как вы видите, вообще в целом? Будет всю страну, или какая у вас миссия? Смотрите, ну, вот, есть миссия компании, да, есть миссия компании, компаний, блок-компаний, причем, да, у каждой команды есть свои мысли, свои идеи, свой подход, да, я стою сверху, да, я стою сверху, вот, над этими командами. Ну, и миссия, какая миссия, вот, лично моя, да, моя миссия, жилая страна родная, нет других забот. Я могу сказать, что долгие годы я трачу, там, на различную общественную деятельность, значит, это больше времени, чем на бизнес. Ну, мне повезло, что у меня, да, сильные команды, сильные помощники, акционеры, они справляются с бизнесом. А вот общественная деятельность, чем вы занимаетесь? Общественная деятельность, много чем, да, я, все-таки, стою во многих деловых организациях, ну, допустим, Деловая Россия, или Российский Союз Кажем Терпичков, да, это наша, ну, профильная организация, или, там, члены президентом Совета Ветеранова ДВ, да, это отдельная тема, члены правления ВПК ДСААФ, да, считайте, там, по армейской линии, работа общественная, много-много чем, знаете, все и не перечислишь, много проектов реализовано, много остальных проектов компания ведет. А социальные, вот, что конкретно делать? Остальные проекты, ну, допустим, проекты по военно-патриотическому воспитанию молодежи, да, или там, проекты по учению, там, там, ДЦП, с прочим от владениями, да, различные, там, законодательные инициативы. Сижу сегодня, подписываю, подписываю десятки писем на губернаторе. Допустим, одна из моих идей, так называется, закон Павлова. Эта книга, видите, закон Павлова, да, вот один из законов Павлова, это ограничение времени работы магазина. Видите, коротко вводные, да, на сегодняшний день Российская Федерация столкнул с большим количеством вызовов. Один из важнейших, это сложнейшая демографическая ситуация и нехватка кадровых ресурсов. Понятно, что у нас еще есть проблемы в экономике, миграционные проблемы и еще много-много-много проблемы национальной безопасности, но вот демографическая ситуация, с ней беда. в планах у нас 15 проекта 5500 детей в день рожать, а рожаем 3200. Ну, разница. Разница какая огромная. А что значит 3200 детей? Ну, значит, кадров будет еще меньше, потому что детишки подрастают. И вот есть решение, которое позволит в короткое время снизить городовый голод и повысить производительность труда. Это сокращение времени работы магазина, ресторана, сфера услуг, переход на западные... Ну, в Европе, да, там 7 часов все закрывает. Все закрывается. Ну, все закрывается. Все закрывается магазин, закрывается ресторан. Все правильно. У нас и магазин работает, и ресторан работает, и еще люди по офисам все отработают. Что, допустим, считается маветоном в Германии. То есть, если у тебя рабочий день до 17-30, то до 17-30 должен встать и уйти, а не сидеть до 18-19, до 20-22, сидеть, пока начальник сидит. Это же модно, начальник сидит, значит, что он тут. Да, может, он сидит, не знаю, в карты играет, а там весь офис сидит под начальника подстроен. Может, он сидит в интернете, я не знаю. Ну да, найти раньше, уйти раньше начальника, как говорится, уже. много вопросов, много вопросов. Население там тотально перерабатывает по факту. Ну да, в Европе все по-другому. Вообще, у вас много компаний, да, как вы управляете, как совмещаете личную жизнь, работу, общественные проекты? Смотрите, в первую очередь я управляю методом сравнения. Есть несколько команд, ты просто сравниваешь показателем, кто из них лучше работает. Дальше идет армин лучшего опыта. Все, вот это основное. то есть, можно сказать, что у вас организация больше поблизости как зеленая организация? Не знаю, зеленая она или красная. Не готов сказать. Да, второе, первое, это доверие, подбор команды, а второе, ты просто сравниваешь. у руководителей этих компаний есть всегда пример своего конкурента, партнера в рамках холдинга. Плюс очень важная история, допустим, по многим блокам директора компании, допустим, берем логистику, есть где-то по логистике холдинга. И вот каждый из директоров компании, каждый, он работает с этим руководителем и заставляет его развиваться, снижает стоимость услуг. Понимаете, потому что там условно руководитель маскота не хочет переплачивать за логистику. Если он знает, что там есть что-то дешевле, он тут же бежит к руководителю и говорит, слушайте, давайте вот этим путем пойдем. А когда таких руководителей много, то, разумеется, они этого руководителя постоянно дежурь в тонусе. Ну да, когда все к ним уходят. Да, так и есть. А у вас есть корпоративный какой-нибудь университет для сотрудников? Как проводится обучение? Обязательно. Все, в целом все стандартно. Все сотрудники проходят обучение либо в рамках офиса, либо на удаленке. То есть онлайн формат тоже есть? я думаю, что в принципе все как у всех. Если брать вообще откатимся назад историю компании, можно сказать, что в ваш состав уже сейчас вошли многие известные бренды. Как это случилось? То есть вы поглотили были мелкие компании? Смотрите, как случилось. Компания Зенден наша главная компания уже не знаю 20 лет работает полностью в белых. То есть российская экономика до 2013 года, 2014 года практически работала вся в нашем секторе на однодневках. То есть была большая доля теневого бизнеса, абсолютно теневого. Была большая доля компаний работающих на однодневках. Так вот мы долгие годы работали в полночном белом. Полностью белая таможня, прямые контракты, не знаю, вот все в белом. Эти годы мы работали на жилах. На жилах, потому что не знаю, там растаможить официально ботинок, купленный за 30 долларов, когда конкурент его таможен по 10, и у него 5-6% в экономии уже было к цене, на рынке, где у тебя 5-6% прибыль за счастье. Понимаете, то есть выжить в этих условиях было катастрофически тяжело. Но мы работали, то есть иногда работали за 2% за 1,5% за 1,5% 3%, и в момент, когда рынок начал отбеляться, нам стало конечно легче. Многие конкуренты посыпались. Это какой год был? 14-й год, 15-й, 16-й, 17-й год. В 2016 году в России было миллион однодевок на 1 января по выступлению Мишустина. В 2016 году еще. И когда была дана политическая воля закрывать хаос, то понятно, что многие игроки не выжили в этой системе. потому что когда тебе надо платить полностью налоги, когда тебе ну ты слетаешь с однодевок. Тяжелее становится, чем когда ты выживал изначально. Да, только ты выживал изначально, появились все перспективы. И сколько лет у вас продолжалось так, что было очень тяжело работать? Это все годы и сейчас. Ну, с другой стороны, с 2016 года, компания живет уже под жестоким давлением контроля силовых органов. Мы ни дня не жили без налоговой проверки, последние 4 года ни дня без уголовного дела. Это отдельная история. История такая, когда ты знаешь свой рынок, когда ты понимаешь какой-то овень коррупции и криминала, а к тебе приходят и начинают объяснять, что ты нарушил закон. А ты говоришь что-то вы с ума сошли? Вы вообще в сторону посмотрите, не видите, что у нас самые лучшие показатели на рынке и по плате налогов, и по прибыли, несмотря на всю катастрофическую тень. у нас самые лучшие показатели в стране. Но нас не волнует. Все обязаны договариваться. Это своя история. Да, это своя история. Поэтому у нас все эти тяжелые работа в неравном условии ведения бизнеса и тяжелая работа в борьбе с силовыми готовыми органами закалили. У вас была еще какая-то история с налоговой, когда вы смогли осудить большое количество денег? она у нас есть, и мы сейчас не находимся. Мы 7 лет находимся в этом давлении, оно не снижается. То есть оно только увеличивается. Но как говорится, чем как там песня поется, чем сильнее давление, тем крепче бетон у Газманова. Чем сильнее отпор, наверное, еще в том числе. Россия, если про Россию, то вот так живем. Нас давят, крепчаем. А какие у вас принципы предпринимательства? Насколько я поняла, вот один из них работать белый, вы патриот своей страны. Да, основной принцип ты обязан в первую очередь работать в своем родине. Это основной принцип. самое главное можно так сказать. Поэтому у меня никогда не было в жизни офшоров, никаких офшорных компаний, поэтому никогда не было имущества за рубежом, ну и плюс я все-таки человек, который все детство и по сегодняшний день любил историю. историю называется по спирали, борьба с коллективным западом, мы понимаем, что это перманентное состояние страны, то есть она бывает холодная война, допустим, в 91-м году мы там проиграли в холодной войне, в 45-м году мы победили в горячей войне, сейчас опять горячая фаза войны с коллективным западом. Я прекрасно понимаю, что это будет всегда, поэтому мне всегда говорили, давайте, Андрей Васильевич, пойдемте на запад, пойдемте на рынок восточной Европы, запад, надо делать компанию мировую, не только федеральную, мировую, давайте, у нас, опять же, в той песне пелось, есть у нас еще дома дела, понимаете, мы еще здесь, в России, не во всех регионах магазины присутствуют, ну и поймите, рано или поздно, рано или поздно конфликт будет, горячий, вот сначала мы в Сирии, там, ну да, Абхазия, да, Абхазия, Осетия, 2008 года, Грузия, потом вот, Сирия, сейчас, да, с Украиной, специальная военная операция, что будет дальше, мы изучаем историю, ну все, все обычно повторяется, история, да, я думаю, что будет, там было много нам уроков, да, будут еще жестокие страницы в истории нашей страны, надеюсь, там, стойкие бои закончатся от нашей победы, как всегда, словно победы. Ну да, а вот есть ли у вас, там, на ближайшие пять лет, вот какие планы по компании, вот к чему идете, там, открыть больше точек, допустим, или увеличить объем производства? Смотрите, вот вернитесь, 2018 год, пять лет назад, вспомните, да, 2018 год, все шикарно, чемпионат футбола, в Россию приезжает сотни тысяч туристов, мы там просто дружим со всем западом, все очень красиво, потом коронавирус, такого никто не ждал? Никто не ждал, в целом, да, я, допустим, ждал, что рано или поздно, что подобное будет, потому что эпидемиологическое оружие, бактериологическое оружие, рано или поздно применят. У вас в коронавирус, наверное, ваш бизнес больше всего пострадает, на самом деле. Представьте, это потом коронавирус, знаете, я как сейчас помню, в феврале, в марте 2020 года, знали, закрыли весь бизнес. Угу. И весь апрель мы сидим закрытые, весь май сидим закрытые. Вот мы вот сидели за этим столом, да, все руководители взялись их за голову, все закрыто, а пять тысяч сотрудников за спиной, там почти пять тысяч сотрудников все будут оплатить, рабочие, нерабочие дни. Ну, я могу сказать, что это были, наверное, вы уже задавали вопрос до этого, когда были там самые тяжелые, ему, кстати, было самое тяжелое время. Лично для меня вот этот период там трех месяцев он был самый тяжелый, потому что ты связан другом по ногам, ты реально не знаешь, что делать, тебя просто закрыли. Ну, у вас все-таки все точки в офлайне, у вас, какой процент в онлайне? Был онлайн, но онлайн тоже был закрыт, его то открывали, то закрывали, то есть условно говоря, там можно было получить там 5-7 процентов выручки там от стандартной. Ну, у тебя товар заказан, у тебя товар на таможне лежит, у тебя штрафы, пение в Расторе идут, аренда магазинов, ты бежишь, договариваешься с этим магазином, потому что водительской ци тоже хотят какую-то копику денег получить, у них тоже сотрудники есть. И как получилось вот выжить вообще от такой ситуации, потому что, мне кажется, у вас это было скромно. Да, но у нас еще все это наложилось на то, что буквально за месяц закрытия с нас были сняты большие деньги налоговой службой, причем сняты по фальшивным документам, прониченному в суду, плюс на нас 20 февраля было введено уголовное дело, и как раз в этот период, начался самое пиковое давление на компанию. То есть с компанией что только ни делали. Мы крупная компания российская. Нас в этот момент выкинули системообразующих. Помните, был список системообразующих, те компании, которым государство в первую очередь должно было помогать. Ну, допустим, только системообразующие в каких-то регионах могли торговать. Ну, для нас это было спасение, конечно, открыть магазин, получать какую-то выручку. Но, оказывается, Зентон не мог торговать. Азара могла, Аунипло мог, Дженден мог. То есть западные компании. Что им помогать? Вот вам можете объяснить, с какой стати мы должны помогать западным компаниям на отечественном рынке? Ну, наоборот, должно быть. А с какой стати, вот с какой стати, кто может мне выяснить? Мне ответа никто не дал. Почему в России надо помогать не российских компаниям, а западным? Тем компаниям, которые год назад, когда начался СВО, взяли спокойно, ватнули нож в спину в Российской Федерации в очередной раз. Вот и все. Ну, а получается, в 2020 году нам спину нож ватнули. На каком уровне было принято решение? Не знаю, по Минтронатологии, правительстве, Премьер принимал это решение. Взяли и вот так и вычеркнули. То есть поддержки государства в этот период у вас... В этот момент, да, мы наоборот, в этот период испытали максимальное давление. Допустим, там 400 миллионов рублей у нас была приплата НДС. Нам эти деньги были очень нужны, чтобы раздать людям. Но, ну, по моему мнению, да, я так скажу, кто-то из сотрудников на Волковой сфальсифицировал отчетность, а ведь достаточно там одну накладную на 10 тысяч рублей сфальсифицировать, и у тебя, в принципе, неверен там расчет НДС. И вот за 2 тысячи рублей тебе могут за 3 тысячу, за 5 тысяч рублей те могут просто 400 миллионов НДС не вернуть. Это интересно. это тоже такая история была, когда массово фальсифицировали отчетность компании. Как раз. Вот мы попали в этот маховик, ну, понимаем, что мы попали в него специально. Да, но тоже несколько месяцев сходили с ума, мы смогли доказать, что это фальсификация. Нашли откуда, кто, какой бухгалтер нападал. Понятно, что мы не смогли доказать умысла, чего-то. Ну, повторяю, вот мы не по факту так произошло. Потом там, наверное, заплатировали счета одной из компаний крупных, там, по долгу в 0,01 копейка. Там сумма не существующая. И судебные приставы принимают документы к изъятию, к производству по изъятию суммы не существующей природы. Ну, то есть, нам под это говорили, что, слушайте, самые умные будем наказаны. Но мы боролись и выстояли. А вы привлекали кредитные какие-то скредства в этот период? Конечно, привлекали. Ну, нормально. Спасибо банкам, спасибо партнерам, спасибо нашим иностранным партнерам. Да, все вошли и увидели, что проблемы наши не смертельны, что не решаемы. Вошли в наше положение и мы со всеми договорились. А кто вообще сам лояним оказался? Торговые центры, ваши партнеры? Вы знаете, все. Ну, я очень банкам благодарен. ВТБ, Банку, Банку Санкт-Петербург благодарен. То есть, действительно, благодарен. Они вот в тяжелый момент пошли до встречи, объединились, позвали между собой и сказали, все нормально, ребята справятся. Мы справились. Угу. Да, ну, у торговых центров у них может быть там другая ситуация, тоже была безвыходная, то есть, на них все довели. Ну, там, да. Время было тяжелое для многих. огромное количество сотрудников им огромное спасибо, потому что, ну, нету денег, понимаете, нету денег на счетах. То есть, вот сидели сотрудники компании, они просто, есть список, не знаю, 500 сотрудников компании, они просто выверяли, кому надо заплатить, то есть, вплоть до того, там, мама-одиночка снимает квартиру, поэтому, вот, надо найти где-то денег, вот, и ей в первую очередь. Да, а вот в этой семье, там, там, все более-менее, там, живет в своей квартире, там, в Москве, ну, сколько там, или, там, в Угланово, поэтому, вот здесь будем договариваться. Понимаете, ну, то есть, вот такие, конечно, были, кружева, просто, просто кружева, мы эти кружева закалили. То есть, прямо еще сточестно с каждым сотрудником работали? то есть, служба персонала, ну, это тот момент, когда и мне, как собственник, пришлось погружаться в бизнес полноценно, потому что ты понимаешь, что все летит в трубу, да? Да, то, что строилось годами, да, то, что строилось годами, оно все летит. Я, как собственник, привык терять, то есть, честно говоря, ну, повторюсь, у меня главный логан, труда, жила бы страна родная, нет других забот, потому что нет ничего страшнее войны, гражданской войны, там, а проблемы бизнеса, они, там, решаются, там, на хлеб, условно, мы всегда заработаем, потому что, когда у тебя голова на плечах, конечно, я не как, ну, условно, певец, да, там, Юрий Лазар, есть гитара, есть, одна, есть песня плот, и, в принципе, я уже себе заработаю на хлеб, так ли? Ну, в целом, да, у предпринимателя основной актив это голова, то есть, вот на рынке фэшн, это основной актив это голова, допустим, если у вас, там, условно, в силу, там, наследство получили, там, два помещения, там, сдавите их в аренду, и у вас все хорошо, так ли, а потом, далее, отобрали, и все, и приходит, что делать, что делать дальше? что же мне делать, да, у меня проще, за эти годы много бизнесов построено, да, обувь хорошо получается, что-то новое не пойдет, там, пойду, займусь, не знаю, ресторанным бизнесом, и, знаете, и нет ничего, вот, ничего нет такого, что мне может помешать заниматься, правильно, ресторанным бизнесом, там, или торговать одеждой, ну, принципы одни и те же, да, принципы одни и те же, да, команда, бизнес процессы, а у вас в целом больше всего бизнес, как глобальный, это опыт, то есть у вас есть, насколько я знаю, торговый центр еще, да, есть интересы недвижимости, да, есть и пласты рынок, да, есть девелопольские проекты определенные, но повторюсь, основное, да, это опыт, то есть у вас и в целом тоже принцип бить в одну точку, скажем, с одной нишей, меньше распаляться, ну, это, да, кстати, это отдает проблем нашего бизнеса, знаете, у нас такие, как и есть многоборья, да, многоборья, там, вот, пятиборец, десятиборец есть, десять видов спорта, пятиборец, здесь он бежит, копье метает, ну, я не помню все эти дисциплины, но ни в одном виде спорта он не чемпион, так, его цифра, его там достижения, там, это, я не знаю, средненькие показатели, средненькие, если сравнивать там с тем, кто профессионально занимается контрактной дисциплиной, то есть ушли те времена, когда можно было стать чемпионом олимпийским по футболу и по хоккее одновременно, допустим, все вот Бобров, он был чемпионом олимпийским по футболу и по хоккее, сейчас такое невозможно, будь то Месси, Рональда, там, не знаю, или Овечкин, то есть, Овечкин, наверное, может в футбол играть, да, но он точно не сможет накануться чемпионом, поэтому, время, время специалистов, а у нас, у нас, да, разных причин, да, предпринимателей, часто распыляется, часто распыляется, распыляется по-разному, ну, допустим, имеет предприниматель хороший ресторан, шикарный, на лучшем городе, вот все у него хорошо, на, там, шикарная рентабельность, но он говорит, давай-ка я второй ресторан открою, открывай второй ресторан, он может быть неудачным, и самое главное, распыление сил, средства, приводит к тому, что и первый ресторан начинает терять, то есть иногда лучше иметь один ресторан, там, да, или один вид бизнеса, да, который приносит больше прибыли, и самым гонкинчику является возможность, там, не знаю, отдыхать, да, но когда человек берет второй бизнес, третий бизнес, четвертый, пятый, десятый, ну, причем в России, опять же, тут своя история еще с административным ресурсом, потому что у нас много предпринимателей серийных, я их называю серийные предприниматели, которые одновременно имеют и гостиничные бизнесы, и рестораны, и аптеки, не знаю, там, какой-то fashion retail, еще там, какое-то производство, да, ну, самое главное, чтобы предприниматель был сыном кого-то, да, какого-то уважаемого человека, да, там, и все, и, ну, и зачастую, кстати, да, есть много предпринимателей, которые в процессы не резут, они как раз в силу своего ресурса административно просто прикрывают, там, да, либо финансирование обеспечивают, там, сидит, там, просто у них в банке, да, и вот он, подкидывает, да, и плюс, у нас в России огромное количество налоговых режимов, льготных, поэтому очень легко открывать бизнес, там, этот ресторан на УСН, этот магазин на УСН, это тоже на УСН, этот бизнес на патенте, это еще чего-нибудь, да, и вот так вот работаем, да, если бы у нас была единая система налогообложения для всех, ну, максимально близка, допустим, я говорю, что все должны работать с МДС, то многие предприниматели бы совершали вот этих, ну, неликых ошибок, не прыгали бы в новые бизнесы, не партнеры бы лишний раз, не теряли бы время, потому что очень важна специализация, ну, допустим, я приезжал раньше часто в Италию, когда мы там заказывали комплектующие для АОИ, вот ты идешь, зона, там, Четанова Марки, там много фабрик, много... да, я была там, были, да? там вся облудная провинция, там, 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 там дизайнеры, там производители каблуков, там производители стелек, там производители, я не знаю, от всей номенклатуры, да, комплектующих для парового, да, если какой-то там лучанов занимается каблуками, вот он занимается только каблуками, у него лучшие каблуки в мире, понимаете? Вот лучшие каблуки в мире. А вот этого товарища, лучшие каблуки в мире, вот он их точат, там, и для Прады, и для L Important, может, еще для кого-то делайте каблуки, но они лучшие каблуки в мире, да, Вот этот подошвы, лучшие в мире, кожаные подошвы, еще какие-то. Он занимается только подошвами. А у нас же я хочу заниматься всем. Хочу все. Хочу и подошву себя на фабрике видеть, и обувь шить, и колодку точить мне нужен колодочник. Распилились. Поэтому и очень сложно вырасти в крупном бизнесе, что ли? Да, и поэтому очень сложно вырасти. Нет, ну в крупном бизнесе вообще сложно вырасти из-за нашей нового системы, поэтому у нас все стараются оставаться там каким-то малым бизнесом. Либо несколько раз малым бизнесом, либо раздробить бизнес, либо просто бизнес развести по разной нише. Ну, то есть условно говоря, если у вас есть ресторан и магазин, то это как бы два разных бизнеса. Если у вас есть два ресторана, то вы раздробили бизнес. Поэтому в России резидовые законы порождают следующий класс проблем. И в России все предприниматели постоянно бьются в какие-то конвульсии. Вообще, как в России стать крупным бизнесом? Сейчас либо мелкий бизнес, либо крупный. Вот среднего прослойка стала очень нормальной. Да, среднего бизнеса в России действительно очень мало. Мы когда смотрим статистику на сайте ФНС, там всего 18 тысяч компаний. Ну, это смешно, да? Для страны 146 миллионов человек просто смешно. Как стать крупным бизнесом? Можно и еще более крупный, довести до крупного. Знаете, как стать миллионером, да? Получить наследство миллиард и просандалить. Тоже путь. Это у каждого свой. Да, тоже, тоже путь. Да, как стать крупным предпринимателем? Скоро, чисто, очень сложно. Ну, в принципе, это сложно в любой стране мира стать крупным предпринимателем. Ну, надо иметь талант, надо иметь чуйку. Надо чуйку иметь. А в стране, в России, надо еще иметь и русский характер. То есть, прям, да, надо иметь бороться за место под солнцем. Причем, бороться со всеми. А какие вообще качества вашего характера позволили вам, вот, скажем, сделать компанию Zendon такой, как она сейчас есть? Все-таки очень мало предпринимателей, даже кто начинал в 90-х, сделали и построили действительно большой бизнес. Ну, наверное, первое качество, да, это не обманывать. Не обманывать партнеров, не обманывать государства, не обманывать себя. Очень важно себя не обманывать. Потому что очень многие предприниматели себя обманывают. Важно, чтобы тебе доверяли. То есть, выстраивать отношения. Важно, чтобы тебе доверяли. Понятно, что от проблем у нас никто не застрахован. От тюрьмы и суммы не зарекайся. Можно на ровном месте попасть в любую передрягу. Понятно, что российский рынок – это вообще бизнес, это вообще ходьба по минным полям. Минное поле. То есть, ты должен быть очень внимательный, очень внимательный. Ты должен быть максимально довероспособлен на те черта, которые у меня нет. Здесь у меня, наверное, есть минусы. Потому что я сложно договариваюсь с людьми, у которых интересы государства стоят не на первом месте. Самое страшное – это чиновники. То есть, если человек пошел на службу, и он должен посвятить себя службе государства-отечеству, а он посвящает себя грабежу государства. Для меня это, конечно, просто красная тяпка ДБК. И борьба, именно борьба с этими представителями, она самая страшная. Она действительно страшная. Потому что не хочется… Знаете, мы видим Украину, да, что с ней произошло. Очень не хочется получить здесь Украину. Ну, я-то прекрасно помню, там и события Ферганские, и Сумгаид, и развал Союза, там, 90-е. Потому что, в принципе, лохали все границы. Потом была Чеченская война, по факту, мы погибли сотни тысяч, миллионы. А мы видим, да, а сейчас мы с вами видим такие истории, как с Сидром, да, там отравилось, там, 36 человек, может, 56. Никто не знает. Вот яркий пример криминального бизнеса. Когда государственные чиновники, извините меня, как говорят, там, забили на свои обязанности. Ну, как может, там, при сегодняшней системе контроля, при тотальной цифровизации, при онлайн-кассах, маркировке, я не знаю, там, тотальном контроле вообще, просто цифровка сплошная. Так, как может работать абсолютно криминальное предприятие, там, с неоформленными людьми, продавать, там, паленую продукцию, там, не знаю, в сотнях точек, ну, как? Ну, очень сложно. Нет, это не очень сложно, это говорит о том, что государственные служащие, они просто свои обязанности никто не выполнял. Вот просто никто не выполнял. А в текущей ситуации, подобных историй, может быть, очень много, ведь там приедет любой, там, человек, там, из Украины, там, с заданием, да, там, отравить кого-то или чего-то. Устроиться нелегально, неофициально на работу, да, там, на разлив воды, не знаю, там, спирта, алкогольной продукции, там, да, и йогуртов. Да, да, совершит теракт. Мы же, я же в советское время воспитанный, воспитанный на героях Советского Союза. Я узнал все пионеры-герои. Помните Зину Портнова? Ну, слышала, да. Слышала, да? Ну, вот, Зина Портнова, да, отравила там порядка ста фашистов, дочек, пасов в столовой. Герой Советского Союза. Ну, ведь подобные истории могут и сейчас быть, да, как и на нашей территории. Такого обратного, к сожалению. Да, обратного, к сожалению. Поэтому, как говорится, изучайте историю и наводите порядок. А если вернемся к вашему производству, да, как вы вообще подбираете коллекции? То есть вы смотрите, там, на китайский рынок, на итальянский рынок. Вот, как понимаете, что вот будет в тренде в этом году, что захочет потребитель в этом году? Ну, в принципе, ответили на этот вопрос уже, мы смотрим на всех наших конкурентов. Плюс статическая продажа, потому что, ну, наша компания, да, продает, да, это, кстати, не только наша компания. Вы представляете, даже вот ведущие мировые бренды, там, допустим, Уоропьяно, там, одну колодку продает десятки лет. Да. Цвета меняются. Классические. Да, классические. Да, поэтому, да, поэтому первое, это статистика продаж, да, а второе, ты смотришь мусом по ветру по всем конкурентам, что появилось, да, какие новые колодки, да, как они стартанули, да, какая, какая мода. Понятно, там, кажется, каждый год есть какие-то цветовые предпочтения, но, опять же, об этом заранее пишут, да, там, в специализированных журналах, там, да, есть программы специализированные, да, плюс, да, фабриканты, допустим, в Кирове. В Китае, они сами очень продвинутые, ведь китайский рынок, он самый большой. Да. Они шьют, там, десятки миллиардов порогов. Понимаете, в Китае десятки тысяч дизайнеров. Десятки тысяч. Это в России ты приходишь на фабрику, один дизайнер и пять бухгалтеров. В Китае ты приходишь на фабрику, один бухгалтер, пять дизайнеров. Обратная пропорция. Понимаете, да, обратная пропорция. Понятно, они мониторят, шерстят весь рынок. Они производят десятки миллионов моделей различных, да. Они работают на всезападные компании. И долго-дорого потихонечку, чучу-чучу. Опять же, к автомобилям возвращаюсь. Ну, рынок. Автомобили Китая, там, 27 миллионов единиц. Может, даже 28 сейчас. Ну, сравните его с российским. Да, и сейчас, когда мы видим китайский автомобиль, уже массово на улице. Да-да. Мы, в принципе, издалека даже не сильно отличаем. Да, как-то Audi, это там, да, либо какой-то китайский бренд. Но модели у них сейчас очень современные. Стали и в салон. Есть модели, которые уже просто суперсовременные. Которые есть технологии, но которые мы пока не видели там у ведущей компании. Ну, вот средний рынок, средний рынок массовый. То есть, я-то всегда радуюсь. За что? За массовый рынок. То есть, мы в России обязаны производить примерно 250 миллионов парков. Если 500 миллионов продается, допустим, 400 официально, там 100 миллионов неофициально. Примерные цифры там близки. То давайте мы сделаем так, чтобы наша легкая промышленность производила 250 миллионов парков. И понятно, мы, наверное, не будем здесь производить массово там люкс. Гучи, Костян, Дио и так далее. Это очень узкий сегмент. У нас, да, невеликий рынок. Ну, и кроме, кстати, того, что рынок невелик, этот сектор еще абсолютно не защищен. Потому что таможенные пошлины в России, но фантастически низкие. Там, допустим, на пару кроссовок из искусственных материалов, там, 0,34 евро. Ну, то есть, 34 рубля. И даже если эта пара, которая стоит 100 тысяч рублей, там, допустим, Гуччи, вот с этих 100 тысяч рублей заплачено 34 рубля. Ну, это не о чем. Понимаете, да, ее нет, да, ее, ну, по факту, не существует. А кожаные опоры, там, ну, там, 1 евро, там, до 1,5 евро, господи. Ну, это что такое, где защита рынка? Да, поэтому защиты рынка нет никакой. Защита, мы защищаем там рынок тапочек, сланцев, я не знаю, ну, и какой-то самый низкий сегмент ценовой. Да, а надо как раз идти в средний сегмент. Ну, да. Сейчас, как китайцы, да, они пошли, там, у них там почти 100, там, автомобильных марок, вот средний сегмент, они весь себе заняли, сами. Да, скопировали всех и вся, и уже вперед пошли. А сколько вообще времени занимает принятие решения, какая будет коллекция запущена в производство? Смотрите, они сколько? То есть, это, этот процесс, он постоянный. То есть, он постоянный. То есть, меняется сезон за сезон, ассортимент меняется потихонечку, то есть, это постоянный. То есть, нет такого, знаете, вот, там, до такого-то числа надо сделать все. Нет, в углу, где идет постоянная смена. У нас нет, знаете, как, елочные игрушки. Они должны, там, попасть, не знаю, на прилавку, там, до 20-го декабря. Ну, определенная сезонность закупок, да, ты закупаешь летовые игрушки. Потому что, на 20-го декабря, если они попал на прилавку 1-го января, то вы можете куда? Выкинуть уже, да. Выкинуть. Ну, и плюсом, повторюсь, у нас Российская Федерация, еще к тому же, это 4 тысячи километров северно-юг и 10 тысяч западно-восток. То есть, вы понимаете, у нас одновременно, может быть, где-то минус 30, а где-то плюс 30 погода. Поэтому, кстати, вот эти все, все вот эти истории, да, они как раз и позволили, наверное, выжить компаниями российских на рынке Омбы. Потому что у многих западных компаний нет зимних коллекций. Ну, да. А мы, да, мы зарабатываем всегда, допустим, во второе полугодие. То есть, нам тяжело бороться там летом, потому что у всех западных компаний есть кроссовки, кедр, сланс и так далее. Но практически ни у кого нету там зимних там ботинок на меху. Ну, да, там только демисезонка, это очень-очень тоненько. Да, демисезонка. Есть, а вот на зиме мы выживали, да, и вот эти зимние коллекции, они нас как-то спасали и позволяли нам просто, ну, выдавливали, как говорят, это все. Потому что за октябрь, наябрь и декабрь мы зарабатываем свой хлеб, бывает, это хлеб годовой. Ну, условно, знаете, там продавцы цветов там зарабатывают 8 марта за несколько дней там себе на пару месяцев, да? Да-да. Да, может быть, это и вся приблигода, может быть, и кого-то. Там 8 марта, не знаю, там 1 сентября и еще там пару праздников. То есть когда ты должен просто, вот ты должен выложиться, да, там просто собрать максимум денег, выводить дни. Ты представьте, у вас на 8 марта цветы не пришли. Ну, все. Это привезло, так ведь? Мимо праздника, едешь с ярмарки, да, уже. А у нас-то здесь как бы чуть-чуть легче. А вот если смотреть, когда вы делаете акции скидки, скорее летом получается больше всего у вас много зимы? Всегда, да? Всегда, да. То есть поскольку сезонов много, поскольку сезонов много, ну, допустим, летняя обувь распродается в июле, в августе. Да, допустим, зимняя обувь распродается в феврале, там, в марте. Угу. Но в марте, допустим, зимняя обувь идет со скидкой, а в сезон, гемисезонная по полной цене. Угу. То, чтобы новая коллекция зашла. Поэтому опять же вот так все постоянно. Угу. То есть и... Ты смотришь по каждому артикулу. Ну, бывает артикуль, пришел, он не продается. Вот всего разных причин. Ну, да. Ну, не угадали, да. Ну, не угадали. С колодкой не угадали, там, узкая. Или модель вообще не пошла. Вот, либо даже не понимаешь, почему. То, в принципе, ты принимаешь решение и начинаешь эту модель распродавать через, там, 3-4 недели после того, как она встала на полку. Угу. Ты понимаешь, что, ну, не угадал. Угу. То есть, кстати, очень важно вовремя оценить ликвидность модели. Это сколько времени должно пройти? Это может быть даже 2-3 недели. То есть, понимаете, есть пиковая неделя продаж. Угу. Значит, все, можно принимать решение и вешать уже диагноз. Что, акция, да? Да, что, да, стоит эту модель слить. Угу. А вот сейчас вообще какой у вас объем продаж на маркетплейсах? По разным брендам он разный. Угу. То есть, допустим, самый успешный бренд в маркетплейсах – это Москва. Там, порядка, 50% продается на маркетплейсах. То есть, маркетплейсы, чем выше ценовой сегмент, тем выгоден маркетплейс. Чемного гоня, конечно. Да, то есть, мы понимаем, что доставка, она одинаковая. Что для пары за 10 тысяч рублей, что для пары за 1000 рублей, доставка одинаковая. То есть, вот для пары за 1000 рублей доставка может съесть всю прибыль. Угу. Ну, да. В общем, вроде такое, что между магазинами можно перемещать обувь. Я, насколько знаю, у вас такого не... Перемещается. Перемещается. Да, все перемещается, смотрят, анализируют, следят, контролируют. Честно говоря, такой прям информацией стал, вот такой массивный, то есть, просто уже народ с ума сходит. Да, и конференция, опять же, безумная. То есть, на рынке рублей порядка 100 тысяч компаний занимаются, продажные обуви. Ну, плюс еще многие из Китая просто привозят. Ну, как угодно, наверное, угодно. Не, ну, плюс, вот у вас, как у потребителя, есть возможность купить обувь в магазине любимого около дома, где когда-то привыкли покупать. Угу. Ну, у вас есть вариант купить в магазин, сидя на диване дома, купить его в адрес, в аморо, да, не знаю, в интернет-магазине там любой компании, там, вы можете купить по-рубе в любую точку мира, вы можете купить ее в Китае, в Америке, не знаю, в Австралии, вам привезут. То есть, у вас, как у потребителя, сейчас просто горизонт… Ну, да, раньше было… Вы можете выбирать между миллионом моделей. Так вот, когда-то, не знаю, 20 лет назад у вас весь выбор был, это вот пара магазинов около дома, либо рынок, да, где при смене все было похоже. Да, сейчас у нас, конечно, просто возможности просто не ограничены. То есть, тяжело российскому потребителю остаться беспородным, просто тяжело, а будет всех. – Когда вы начинали бизнес, как вы выстраивали команду? То есть, сколько у вас там было ассистентов, сотрудников? Да. Ну, опять же, ну, как выстраивали бизнес у нас? Сначала у первой сотрудник, потом у второй, потом третий. А потом, да, потом… Как говорится, расширялись, народ набирали массу. Команда, ну, как, в первую очередь, важно, чтобы это были твои недомышленники. – То есть, это принципы, как строить команду? – Да, принципы, да, чтобы, да, недомышленники, чтобы ты им доверял. Ну, и дай Бог, чтобы все руководители были умнее тебя в каждом направлении. – Угу. То есть, это, наверное, тоже один из них. – То есть, руководитель, да, очень важно, что руководитель должен понимать, что не должен быть самый умный. Вот я, как маркетолог, наверное, не самый умный. Там, как логист, я, наверное, тоже не самый большой специалист. Как можно перечислять бухгалтерию, я вообще много чего не знаю. И самое главное, и знать не хочу, да, зачем мне свою голову там сбивать там бухгалтерией. Да, в юридической плоскости я стал подкован, да, но я стал подкован, это в силу, не знаю, там, семилетнего давления, там борьбы, да, с федеральной областью службы, там, с силовыми органами. Да, конечно, это печальная история, что российские предприниматели должны быть еще юристами одновременно. Это печальная история. Ну, они должны либо отдаваться кому-то на лодку полностью, да, либо сами становятся юристами. Ну, тогда такова жизнь. У нас, помню, мы когда открывали ваги военно-патриотические, и в этой ваги приходило большое количество проверок. мы туда послали юриста и дали ему должность стрелок юриста. Ну, к слову. Да-да. А вообще, как строится ваш рабочий день? Как строится? Знаете, вот по-разному. Да, сейчас он строится абсолютно по-разному. Угу. То есть, большое количество различной нагрузки, да, социальной, да, наверное, съедает, ну, процентов 70 времени. То есть, больше сейчас упорно на социальные какие-то проекты, чем на управление? Да, больше, чем на управление. Да, чем на управление бизнесом. Ну, мой день строится, это общение с руководителями. Угу. С директорами компании, там, ну, и с прочими руководителями. Сижу, общаюсь, беседую. Да, беседую с партнерами, беседую с конкурентами, то есть, выстраиваю отношения. Так сказать, держу руку на пульсе. Угу. А если вот брать, когда вы были поменьше, больше, получается, времени уделяли самому бизнесу? Ну, наверное, лет 15 назад, да, конечно. Я сидел во всех процессах просто вот сам, глубоко. Это было прямо с утра до вечера или было… Ну, было время, когда с утра до вечера, да. Когда-то я там в Китай ездил, там, ну, и на фабрику ездил, там, да, и смотрел, высчитывал, там, чуть не всю кономера, там, операции считал. Ну, это было давно. Угу. Угу. А вот, касательно семьи, сколько времени уделяете семье? Я знаю, что у вас шестеро детей. Как вот, совмещаете и личную жизнь, и все остальное? Сейчас как раз, может, быстро по-моему, ребенку отвечу, ладно? Конечно, да. Вы знаете, как, как совмещаю? Да как-то вот удается. Ну, как-то удается. Тяжело ответить прямо вот четко, конкретно. Вот как-то удается. Да, как-то удается. Ну, наверное, действительно, хотелось бы больше времени уделять семье. Угу. Угу. Больше хотелось бы отдыхать. Угу. Вот сейчас же лето, поехали куда-нибудь на месяц. Забиться бы. То есть, получается, на месяц прям не уезжаете? Ну, да, не удаются. Не удаются. А максимум на какое количество вот времени не уезжаете в отпуск? Ну, последнее время на неделю. Вот на прошлой неделе я совместил там короткий отпуск с поездкой по Дагестану, Кавказским минеральным водам, Ленинградскую область, Карелия. И вот такой восемь дней в пути. То есть, из них три дня по его семье успел. Понятно. Покататься по Ладожскому озеру. А если брать вот вашу мечту, когда вы только начинали предпринимательскую деятельность, какая она была? То есть, это как раз таки было построить большой бизнес? Нет. Знаете, когда ты молодой, когда ты молодой, вот ты качественно по, не знаю, под победу идешь, да, у тебя получается, ты зарабатываешь первые деньги, они тебя вдохновляют, тебе интересно, у тебя первые цели. Ты хочешь купить первую машину, ты хочешь купить там квартиру, опять же, поскольку я не москвич, да. Цель какая первая, да. Да, потом, потом ребенок появляет, знаешь, что ты квартиру купить, там нужно сделать в квартире. Вот я сейчас вспоминаю, вот так вот цель за целью, цель за целью. А какой-то вот определенной цели я не выставлял. То есть, шаг за шагом. Вот ты идешь, идешь, получается. Что-то не получается, назад откатываешься, ты начинаешь там по-новому идти. Ведь разные истории были. Я целую книжку написал, сколько раз там банкротился. Там, допустим, я, например, МММ. Как интересно было, МММ, акции растут, классно. Очень много кто-то там потерял. А я там поехал на биржу фондовую, смотрю, там акции МММ продают. Там маленьким номиналом продают их подороже. Там, допустим, одинок, пятерочек. Я давай ездить в Москве скупать, и там маленький номинал на бирже продавать. Там своих товарищей там по-друге. Так все это было интересно. А потом, бам, ты сидишь, у тебя вот куча бумаги там. Ну, условно, 19 лет ты мог бы квартиру купить в Москве. Ну да. А у тебя вот лежит куча бумаги. У тебя такое жуткое разочарование, такая депрессия. Вот ты начинаешь все заново. Это мне сейчас говорят, а сейчас так, ну, а как вообще биткоины там? Андрей Васильевич, вы вложились биткоин? Я говорю, не, ребят, спасибо, я сейчас МММ не вышел. В общем, нормально сижу пока. Да. Да, урок вот, да, урок, ну, на всю жизнь такой, серьезный. А сейчас какие вот ставите перед собой цели? Понимаете, у меня сейчас цель одна, глобальная цель одна. Я уже сказал, да, жила бы страна родная. Потому что в стране тяжелая ситуация. В стране тяжелая ситуация. Да, у нас, да, идет специальная военная операция. Огромное количество проблем экономических, демографических, миграционных. Действительно огромное количество проблем. Я со своим опытом, да, я понимаю, что оно может еще ухудшиться. И вот я бьюсь, бьюсь целый день. Вот сегодня вот, видите, показал ему пачку писем. Сегодня по-моему подписал, да. Это письма в разные министерства, ведомства, губернатора. Делайте, меняйте. Я вам предлагаю какие-то решения. Я знаю, что вот эти решения, да, они привык к результату всего своего опыта. Большого опыта, да. И привычки работать на результат. Именно на результат. Вот на результат. Причем на легальный результат, не на криминальный результат, а именно на легальный результат. Да, я понимаю, как этот результат достигается. Потому что получить прибыль в обувном бизнесе, это, повторю, это живо на себе оплатить. Ну, это очень сложно. Очень тяжелый бизнес, да. Все годы, все годы, да, мы жили в тяжелой конкурентной ситуации. А не как-то менялась конкурентность, но она всегда была тяжеленная, сложнейшая. И это вот, повторяю, все это вот, все нажило. С какие-то сверхусилиями. Да, поэтому я понимаю, как достигать результаты. Я знаю, что надо менять. Я знаю, что менять в стране. Я знаю, что надо менять законодательственного, административного. Я понимаю. Ну, не слышно. А ситуация ухудшается. Ну, что такое 3200 детей, рождаемых в день в России? Для этого рождения. Ну, через 5 лет будет вообще страшная ситуация. Ну, будет хорошо, будут решены проблемы с местами в детских садиках. Ну, если дети не рождаются, то нет проблем с местами в детских садиках. Дети не рождаются, то не будет проблем с местами в школах. Так нет? Ну, это только две. Ну, логично. Не, ну, дальше будет проблема с местами в университетах. Ну, извините меня, а что с остальной это будет? При такой рождаемости минимальной, при том, что уходит с рынка труда советское поколение, когда рождалось там 7700-8000 детей в день, а сейчас 3200. Представляете, как кадровый голод, он будет только ухудшаться, только ухудшаться. С другой стороны, там, зарплаты будут расти. Ну, конечно, будут. Ну, плюс нехватка, конечно. Ну, да, а дальше рост зарплаты ведет, по факту, к снижению экономики, к снижению ВВП. Вот и все. То есть, когда ты понимаешь эти проблемы, ты думаешь, ну, сегодняшняя проблема клуба бизнеса, они в целом ни о чем. А что мы детям-то оставим? Какую страну мы детям оставим? Вот нам оставили страну, да, в 90-е. Вот мы, я, мое поколение, да, мы как раз вышли. Я демобилизовался в ноябре 93-го года. 30 лет назад я стоял с автоматом на Арбате, в здании Минобороны. Мне было 19 лет, и когда мне сказали куда-то стрелять, ну, это было страшно, когда по Белому дому долбили. Да. Понимаете? Я помню вот это состояние своего 19-летнего солдата в центре Москвы, да, когда вокруг гибли люди. Я не хочу это повторить. Ну, я к тому же видел и Чечню там, и Сирию, и Донбасс, ну, слава богу. Ну, не то что слава богу, да. Мне довелось поездить с разными миссиями. Я понимаю, что может произойти. И не дай мне это повторить. Потом приходится бороться и воевать. Где-то в ущерб бизнесу. Ну, да. Ну, да. Семьдесят процентов клей, мне все-таки. Где-то в ущерб бизнесу. Ну, ничего страшного. Понимаете? При наличии хлеба еще никто не умеет. Понятно? А, будь у тебя машина там лучше, хуже. Там. Здесь у меня точно, ведь у меня нет никаких этих часов, там, не знаю, там, золотых. Какие-то там, которые могу себе позволить. Угу. Еще что-то. То есть у меня никогда не было зарубежного имущества. Никогда, да. Угу. Потому что, ну, не надо. Вот вся вот эта лишняя фена, она мне нужна. Ну, во-первых, ты можешь ходить без охраны, без часов. Потому что часы тебя еще могут убить, да. По-башке дай там, пошел там, по дороге где-нибудь. Причем не только в России. В Европе тоже. Сейчас уровень каминала там. Ну, и не сейчас. И раньше у нас там ты идешь, да. Наверное, все еще идут там бухарик. И ты не знаешь там. Если вот, взгляд там, да, упадет, это в этом заложили весы, да. Там дадут тебе по-башке, где дадут. Ну, если к более-менее подготовленным, может, ты там пьешься. А может, не отобьешься. Да, поэтому круче надо быть. А что для вас вообще успех? Просто сейчас вот наше поколение, можно так сказать, вот как раз такие бренды, часы, если у тебя там машина круче. А что для вас все-таки успех? Успех. Это, конечно, семья. Достижение детей. Одна дочка стала мастером спорта. В 13 лет. Мастер спорта. Успех. Да, конечно. Да. Ну, фантастические достижения, да, там, молодец. Это успех, да. Это радость. То есть успех детей. Это успех. Да. Конечно, ну, успех – это показатель своей компании. Успех. Да, есть уникальные истории, которые ты делаешь. Это успех. Ну, я думаю, в ближайшее время мы расскажем об одной из историй. Там на рынке фэшн-экдэва уникальных таких еще не было в стране. Успех, да, у нас, наверное, то, что ты живешь – уже успех. Выжил в нелегкой конкурентной боеве. Мы посадили в жилстве. Работаем. Работаем. Работаем дальше. Угу. У вас очень много книг. Я вот понимаю, что вы увлекаетесь историей. Вообще, какие вы можете порекомендовать книги нашим зрителям? Вот, там, допустим, топ-5 ваших любимых книг. Ну, смотрите, какие вы книги я бы порекомендовал. Ну, в первую очередь, «Законы Павлова». Угу. Вот эту книгу я порекомендовал. Вообще, книг можно много порекомендовать. Я как на презентации, ну, свою презентацию на книги недавно делал в центре Москвы. Да, она начиналась с песни Высоцкого, Вадима Высоцкого. «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Угу. Слышали, да, эту песню? Наверное, слышали. Вот мы, мое поколение, выросло на книжках «Горячий снег», «Молодая гвардия». Угу. Высокопоставленных фашистов, генералов и прочих. Поэтому. «Наука побеждать». У меня, видите, здесь Суворов много книг. «О Суворове» и одна из любимых на «Науку побеждать» Суворовской. Вот есть книга «Рота ушедших века», книга «О шестой роте». «Много книг о повествии о настоящем человеке». Угу. Ну да, тоже хорошая книга. «Много книг. Огромное количество советских книг. То есть, а дальше просто по «Возрастам». Если начинаете с «Щука и Гека», «Тимура команды», «Пионеры-герои». Да. И дальше о истории нашей страны, о великих людях. Наша страна – настоящие герои. Угу. А как сделать так, чтобы вот наше молодое поколение ассоциировало предпринимательство с русским бизнесом, были русские герои? Потому что вот у кого-то кумир Стив Джоупс, да? Вот как сделать так, чтобы наши русские предприниматели становились героями? Запускать их в поле информационное. Тут же вопрос в поле информационного. Понимаете, если, допустим, вот есть культура, да, есть лжекультура. Вспомнить там еще три года назад, а Моргенштерн – певец? Ну, конечно. Ну, если он певец, то еще он деятель культуры, да? А культура там есть? А вообще не было, нет? Вот и вопрос, да. А дальше в поле информационное. Есть, ну, условного, вот этого, в кавычках там, певца, да? Он работает огромный штат и продвигает его в силу разных причин, да? В силу того, что он несет антикультуру, да? Он развращает, там, вырастляет мозги, там, да, подошлись в поколение. И это очень важно для коллективного запада. И, понятно, что его будут поддерживать, да? Угу. Угу. Полная демократия, конечно. Только в путь. Вторюсь, это идеология. По факту идеология. То есть пора возложить эти диалоги, то есть когда-то это были диалоги наши купцы-меценаты, русские, Мамонтов, не знаю, Третьяков. Я думаю, тогда вряд ли думали о каких-то западных героях. А сейчас, конечно, у нас там весь мир открыт, да, и нам со всего мира шлют героев всегда. Да. Да, что героев бизнеса, что героев, не знаю, спасти дедового района, да, героев военный запад. Что? Человек-паук спасет весь мир, да, там, и всех спасет. А, спасают мир. Обычные русские ребята, которые сейчас сидят на первой линии, да, и отражают от айки нацистов. Ну, как это было уже не один раз. Да, как это было не один раз, как это было сотни лет, да, сотни лет, одна и та же история, да. Начинают, не знаю, с Рюрика, да, Невского, Донского, там, Пожарского, Минина, да, Великой Отечественной войны, и прочие локальные войны и конфликты. Да, Чеченская война, война в Сирии. Вот сейчас конфликт на Донбассе, ну, уже даже не на Донбассе, но на Украине. На Украине. Поэтому ничего не меняется, то есть ничего не меняется. принципиально, глобально ничего не меняется, но мы должны быть объединены, мы должны быть сконцентрированы, то есть мы должны интересы Родины, да, поставить в прийти всех своих, любых своих личных интересов, да, и только так мы сможем выжить, да, либо иначе всего эти книжки, а правильных слов по истории. Угу. Потому что придут, как когда-то, в начале 90-х, придут новые кураторы, из СРУ там, да, наторские, да, они нам расскажут, какие книжки мы должны читать. У нас появятся новые герои, Васов, нам будут рассказывать, что Васов молодец, как на Украине Бандера. Ну да. Поэтому все очень легко переворачивается. История переписывается тоже. Да, история переписывается, поэтому мы обязаны это не допустить. У меня обязаны с этим бороться. Бороться, ну и как, как бы с лопатом, страдать. Ну, что по фарту скажу, да. Ну, страдать. Такая жизнь русского народа – страдать. Надеемся, что смотрим светлое будущее. Да, и смотреть светлое будущее. Несколько не настоит идти против ветра к этому светлому будущему. А что Вы можете пожелать молодым предпринимателям, которое только-только начинает свой путь в предпринимательстве сейчас? Да. Ну, в первую очередь, я хочу пожелать молодым предпринимателям, а не процесс облома предпринимательства. Это вот страшно, да. Сейчас много, действительно, всяких советников в бизнесе, там, экспертов, которые сами за душой ничего не учат ведению бизнеса. Пойдите, возьмите кредит, оттойте какой-то бизнес, там, и вы начнете зарабатывать свой миллион, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Привет, уважаемые друзья, подростки, молодежь, пройдите, вот, если Вы хотите стать водителем ресторана, пройдите весь путь от уборщика в этом ресторане, там, не знаю, официанта, помощника повара, администратора. Получите вот этот опыт, ведь Аркадий Новиков, он тоже не сразу стал рестораном, он же тоже в советское время прошел, да, вот эту школу там. Да, я эту школу прошел, знаете, сколько мы там пота, да, пролили, там, в тех же нужниках, продавая, да, там, учаясь продавать, там, да, личные продажи, перед тем, как стать построенным крупным бизнесом, получить весь этот опыт. Я бы всегда советовал, там, знаете, сходите в Макдональдс, ну, сейчас вкусные точки, проводите там месяцочек, да, и Вы поймете, что такая жесткость угрызанная компания. Менеджмент. Да, что такое настоящий нормальный менеджмент, тайминг. Повторюсь, Вы там получите за пару месяцев, за пару месяцев, опыт, который Вам не дадут, наверное, там, годами участия в каких-то техникумах, там, училищах, там, может, даже у них институтах. Вы там получите нормальный, полноценный, прикладной опыт для ведения бизнеса. А дальше Вы поймете, ваше это или не ваше, когда поработаете. Когда Вы столкнетесь, там, не знаю, с бухгалтерией, там, с каким-то, с подбором персонала, там, с подбором персоналом и так далее. Потому что для многих, ну, для многих, ну, стать предпринимателем, да, это вообще не самоцель. Не все должны быть предпринимателем, да. Кто-то может при достичь успехов, там, не знаю, на наемной работе, значит, это больше предпринимательства. Ну, да. И намного проще, можно так сказать. Ну, я бы не сказал бы, где-то проще, где-то не проще. Но самое важное, не переоценивать свои силы и не бежать впереди паровоза. Да, потому что предпринимательская ошибка, она может быть единственной в жизни. Знаете, там, ванкротился, там, долгу повесили, потом сидишь, там, да, тебя атакуют, там, кредиторы. Ты теряешь, там, веру, и веру, и надежду, да, и зачастую, и любовь. Ты все можешь потерять. Себя веру тоже. И себя, да, в этом конфликт ты можешь потерять. Поэтому спокойненько. Все получится. Если у вас есть талант, да, если у вас есть стремление, все получится. Но, как бы, собаку надо есть по частям. Вот здесь, прям по частям. Не спешите. Понятно, что есть люди суперталантливые, да, у которых-то, вот он взял, там, да, там, и у него все горит, там, да, он взял, там, и, как вот, тут золотой копытце, там, у него соштеньки, там, сыпят, все есть. Но это очень редкие истории. Тем более, сегодня рынок, он, в целом, насыщен. То есть, нет, в целом, пустых ниш. Их нет. Чтобы прийти и сказать, вот здесь я, там, давюсь успеха, там, сразу заработаю, там, буду эффективным, прибыльным. И у меня нет таких ниш. Ну, очень, какие-то редкие исключения. Ну, да, сейчас уже все. Заработать сейчас можно, вот, контракт подписать бы слово. На слово, на слово уйти, вот там, 200 тысяч рублей. Ну, тоже, в принципе, серьезные деньги. Здесь у вас есть навыки. И стремление Родину защищать. И вот, про вашу книгу. Вкратце, что здесь, в этой книге, о чем она? Ну, да, эта книга, тут написано, да, в целом, аннотация о чем. Основной посыл до этой книги. Важно понять, что мы народ победитель, а не народ потребитель. То есть, многие удивляются, почему я предприниматель, у которого основным видом бизнеса является торговля. Почему я радую за ограничение работы времени, магазинов, торговых комплексов, сферу услуг. А потому, что я радую за духовные, культурные, исторические и семейные ценности. Вот о чем эта книга, да? Это книга о истории моей жизни, истории моей семьи, истории основления бизнеса и мои, как раз, предпринимательские принципы. А мой принцип, повторюсь, это культурные, духовные, исторические и семейные ценности, их сохранение. Мы народ победитель, а не народ потребитель. Вот нам навязывают долгие годы, да? Везде, да, с каждого утюга, так вот идет. Потребляйте, потребляйте, купите, возьмите, возьмите кредит. Выросло поколение шопоголиков. Вторюсь, а есть более важные ценности. Почитайте книжку, узнаете об этом. И еще раз повторюсь, мы народ победитель. Да, у нас величайшая история. Да, и очень, мне очень нравится, что у нас все заграли в такие арки, что очень многие жители нашей страны работают все день в неделю, без выходных, праздничных дней. Ну, видим, да, магазин работает, как малый бизнес работает. То есть, да, теряется время для семей, для общения с детьми. Ну, слушайте, если у вас магазинчик или кафешечка, у вас основные дни, торговые субботы, воскресенье, основные прибыльные дни, а ваши дети с понедельниками опять-то случатся, когда вы с детьми-то будете ездить. Вы будете с понедельниками опять-то, что работаете, а у вас на семье, вы вообще на работе пропадаете. Когда вообще? А где дети в вашей жизни? Ну, кстати, в жизни многих наших сограждан детей нет. До 30 лет у нас задача купить машину, квартиру, как-то себя построить, карьеру построить, а потом, в силу разных причин, у многих девушек поезд уже ушел. Ну, может, там, по здоровью, да, либо какие-то другие проблемы, там, не знаю, там, несчастная любовь, да, и все, ничего не хочу в своей жизни, и так далее. Ну, да, у каждого стоит история. Да, да, тут истории, да, очень много разных, просто есть статистика, понимаете, ну, статистика ужасная. Там, да, знаете, как одна смерть, это трагедия, там, от тысячи с лет, это статистика, да, здесь такая же история, там, да, в каждой личной жизни трагедия, а статистика, статистика, это папа ужасная. И Андрей для вас специально разыграет пять книг с автографом, если вы напишите лучший комментарий под этим видео, что для вас было самого ценного в этом интервью. Так что обязательно принимайте участие. Пять книг с личным автографом ждут вас. Все. Спасибо за интервью. Спасибо. Было поднято очень много разных тем. Я надеюсь, что наши телезрители это оценят и будут действительно очень достойные комментарии. Спасибо.